Рынки-позиция 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 им сразу же предварительного и доверия. Почему бы не рассмотреть их как источники инвестиций? Ну да, мы накануне как раз с вами говорили о том, что, например, ICO Telegram вместо того, чтобы привлечь там 850, там постоянно повышалась планка, ну вот была конечная, да, и теперь уже в 4 раза больше привлек, например, ICO почти 4 миллиарда долларов. Конечно, это говорит о том, что откуда-то деньги берутся, и вероятнее всего уже в ближайшее время вот эта цифровая валюта и цифровые размещения, они могут конкурировать с традиционными IPO. Но все-таки давайте вернемся к тому, что вот Headhunter, Михаил, может выйти на IPO весной, уже осталось совсем немного времени, и, конечно, объемы, которые, они гораздо ниже, чем, скажем, те, которые ICO нам сейчас диктуют, это всего 200-300 миллионов долларов. Вот что вы скажете по поводу этого IPO планируемого? Оно интересно, будет ли востребовано, есть ли какие-то аналоги, или это будет новый представитель на рынке? В рамках российского законодательства, я считаю, аналогов нету. Компания ХХРУ, она считается не только флагманом, но и лидирующей. Она у всех на слуху, постоянно все ей пользуются. Если обратить внимание, сейчас по всем СМИ идет активная реклама, то есть продвижение этой компании. Что создает... А может, цену набивают себе перед IPO? Именно так и делают всегда. То есть это стандартный вариант, стандартный способ привлечения публичного внимания, то есть это PR-менеджмент, который спровоцирует значительный рост. То есть если говорить о перспективе, сколько на этом можно заработать, у нас всегда, если посмотреть, когда проводится IPO, любая компания, в первые несколько дней, торговой недели, допустим, можно увидеть доходность до 1000%. То есть если говорить о HeadHunter, ее справедливой стоимости, я считаю, на инвестирование в IPO HeadHunter можно извлечь порядка 30% спекулятивно в рамках... Если участвовать при размещении, вы считаете? Да, если участвовать при размещении, и хотя бы сам начали войти. Ну, размещение, да, планируется в Соединенных Штатах, это вот информируют источники, которые знакомы, поэтому, в принципе, 30% за первое время, это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Но вот скажите, IPO Saudi Aramco, вот интересная же вещь, российские пенсионные фонды могут принять участие, но не в российском активе, то есть профинансировать, по сути, не российскую экономику, а Саудовскую Аравию, которая является в некотором смысле нашим конкурентом по нефтяному рынку. Касательно IPO Saudi Aramco, могу сказать, что оно, в принципе, интересно, но... Будет ли оно высокодоходным настолько же, насколько, например, вы сейчас обозначили по Тихану? Насчет высокодоходных, смотрите, у нас в Российской Федерации пенсионные фонды, они не ориентированы на высокую доходность. То есть, однозначно, когда собирался инвестиционный комитет в этих пенсионных фондах, они закладывали некий таргет. Он не может быть просто априори большим, потому что это пенсионный фонд. Первая цель – это сохранить у пенсионных фондов доходность соответствует, ну, грубо говоря, купону по ОФЗ, то есть порядка 8, максимум 9% годовых. Лучше бы тогда и вкладывать в ОФЗ для того, чтобы развивать Россию, экономику. Ну, это такая вот логика бытовая, что называется. Извилистые пути пенсионных фондов. Так, не про пути пенсионных фондов, а про пути мысли наших телезрителей. Мы сейчас поговорим, Артем, с вами, потому что на адрес электронной почты battle.sobaka.rbctv.ru нам продолжают приходить вопросы. И вот Сергей спрашивает о перспективах Магнита и Новотека. Что скажете на ближайшую перспективу? Что касается перспектив отдельно взятых российских компаний, то, как вы уже сказали, я, возможно, тоже придерживаюсь больше бытовой логики. И всегда, когда оцениваю возможности инвестирования в ту или иную компанию, я соотношу с тем, что может произойти на российском валютном рынке. То есть, что может произойти с рублем. И на кого это больше повлияет? Вот для Магнита хорошо, чтобы что? Чтобы рубль укреплялся, а для Новотека наоборот. Соответственно, да. Если рубль снижается, мы делаем ставку на экспортно-ориентированные компании. Потому что, как правило, у них солидный долларовый депозит и классическая переоценка позволяет рассчитывать и на хороший операционный доход и дивидендные выплаты. А вот что касается Магнита, это компания сектора роничного ритейла, так же, как и банковский сектор, так же, как и телекоммуникации, в случае ослабления рубля может оказаться весьма уязвимой. И у нас практика уже, в принципе, с Магнитом такая была, когда рубль несколько лет назад испытывал серьезные трудности. Поэтому, если выбирать... Но, тем не менее, а кушать хочется всегда. Поэтому особого снижения чека или оборотов розничной торговли мы, как таковой, не увидели. Именно продуктового ритейла, я имею в виду. И сейчас мы наблюдаем за тем, как в полтора раза увеличились объемы выдачи, например, кредитных карт. Это значит, что спрос есть потребительский, который пытается также развить смежные внутренние отрасли. Может быть, это как раз и хороший знак для потребительского ритейла Магнита? Ну, возможно, как аргумент, все-таки, если вопрос касался этих двух бумаг, я думаю, что какой-то анализ был проведен. И, возможно, с этой точки зрения... Тут вопрос в том, куда вложить больше. Я бы все-таки сделал ставку на экспортный ориентированный сектор, то есть на новотек. Ну, а на что делают ставки сегодня наши команды, узнаем. Начинает Михаил. Пожалуйста, ваши две минуты. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы делаем ставку, опять-таки, на российском срочном рынке. Ставка по фьючерсу на доллар США. Недавно, 15 числа, был сформирован первый локальный минимум в районе уровня 56.70. Он у вас даже отмечен неким символом. Да, да, да. Мы заходим отложенным ордером по 56.820. При пробитии данного уровня мы ждем дальнейшего развития консолидации в рамках вот этих подлокальных уровней. И видим цель, первая основная цель, это 57 тысяч рублей по данному инструменту. Либо по закрытию торговой сессии. Хорошо. Если не будет 56.820, то какие у вас рекомендации? То есть мы не входим в сделку? Если не будет данного значения, то мы в сделку не входим. То есть отложен ордер на пробой уровня. Хорошо. А какие уровни сверху по техническому анализу есть, нависают, скажем так, которые могут ограничить рост этого фьючерса? Значит, максимальное значение это в районе выше 57.00, 57.400, он отмечен на графике. То есть это некий пик сначала с прошлого года? Да. Если торговать позиционно, то тейк-профит выставляется именно на эти самые уровни. Но вы доставили ниже, 57.00. 57.00. Это вот как раз вот этот максимум, который выше этого значения находится, 57.100, 57.170. Чуть-чуть не дотягивая до этого уровня, то есть рассчитывая на волатильность, это первая цель. А вторая цель, она более дальняя, рекомендуется на 30% всего вашего портфеля. Ставьте уже какие-то более дальние цели. Отработка 57.350. Это максимум, сколько вы можете извлечь из этой спекулятивной сделки. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ну а сейчас, конечно, рекомендация оппонентов. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу сделать ставку на покупку британской валюты против доллара. Если кто-то следит за динамикой рынка Форекс и, в частности, поглядывает за тем, как ведут себя рисковые инструменты, они не могли бы не заметить, что сейчас фунт показывает один из самых лучших результатов. Это стремительная быча ралли, которая некоторое время назад затащила сначала пару выше уровня, которые мы не видели еще со времен Brexit, а теперь мы тестируем уже планку 1.4. Вот, кстати, вчера в рамках торговой сессии был достигнут локальный максимум 1.40 с небольшим, и сейчас идет небольшая коррекция, которая... 1.39.50 на данный момент. Да. Актуальная шутеровка на вход. Вот поэтому я хочу сказать, что та коррекция, которая получилась сейчас, прекрасная возможность, чтобы еще приобщиться к этому восходящему ралли. Причины, конечно же, фундаментальные. Есть несколько отчетов, это резонанса прошлой недели, когда были опубликованы данные по инфляции, указавших на то, что она существенно превосходит цели. Был отчет по роничным продажам, который вышел в пятницу. Это статистика, которая, с одной стороны, вроде бы как плохая, и по идее фунт должен снижаться, но здесь другая логика работы с ней. Слабость потребительского сектора и высокие цены на высокий инфляционный показатель – это, возможно, первая причина, из-за которой Банку Англии нужно будет рассмотреть возможность ужесточения монетарной политики. Соответственно, случится это может в перспективе уже ближайших месяцев. Если Банк Англии действительно хотя бы вербально намекнет на возможность повышения процентных ставок, у фунта будет очень серьезный фундаментальный драйвер. И еще один повод – это вроде бы как наметившийся прогресс в переговорах по Брекзиту. Возможно, это и есть реакция, опять же, вчерашнего дня. Потому что Англия готова принять соглашение в том формате, который ей предлагали, таможенный союз, прочие отношения торгово-партнерских связей. Уровни, которые мы ждем? Я думаю, что покупать можно прямо с текущих значений. 1,3950, да? Да, и, соответственно, ориентироваться на тейк-профит на уровне 1,4150. То есть сделку можно будет поддержать. Спасибо большое. Ну что ж, присаживайтесь. Вот вы говорили о том, что фунт покупать. А есть ли ведь зеркальное отражение на фьючерсном, на срочном рынке на московской бирже? Где вы рекомендуете это делать? Я думаю, что не имеет значения, потому что, ну, только лишь вопрос с точки входа. Но, учитывая потенциал, я думаю, что при любых уровнях эта сделка может принести хороший доход. Какие контракты предпочитают? Контракты на разницу. Фьючерсы, либо даже опционы. Любой инструментарий приветствуется. Спасибо большое. Михаил Хлистунов, руководитель московского департамента аналитики ККФИБО, представляет команду технического анализа. Команду фундаментального поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании Амаркетс. Счет текущей команды 1-0. Рынки позиций, не переключайтесь.